Он говорит, я настолько вас люблю, настолько мое сердце здесь в Украине, он там все оставил, прилетел всего лишь на один день, чтобы поздравить нас с выпуском. То, что он рассказывал, кто был, там присутствовал, да, брат Дмитрий, Наталья, вот кто был. Я думал, вы, вот смотрите, он с трудом перемещает лобисть, 89 лет, но он говорит, я каждый день бегаю 3 мили от смерти. И правда, я утром когда выходил, там, выйдешь помолиться, смотришь, он бежит, знаете, как он бежит? 89 лет, бегает 3 мили, говорит, я бегаю каждый день 3 мили от смерти. Это жутка, конечно, но он это делает кратко. Замечательные люди. Значит, это профессор доктор Койсера, президент другой академии, семинарии, но он тоже наш руководитель. Хан Файер, сам немец, они нашли его в Германии, как профессора, как преподавателя, пригласили в Америку. Он стал преподавателем. 13 лет изучал Евангелие от Марка. 13 лет изучал Евангелие от Марка. Это наш выпуск, знаете, когда мы уже закончили обучение, вот в красной дыре сидит, это Лена, наша переводчица, и она учится на следующем курсе. Она сказала, доктор Ватсон, наш президент сказал, ваш курс самый лучший за все время, сколько существует семинария, по дружбе, по отношениям, по обучению и так далее, и так далее. Нас поступило 23, 5 лет назад, выпустилось 22. Одна там сестра уехала во Львов, а из Львова уехала в Испанию. Ну, это так уже фотографии. Очень много очень хороших пастырей. Вот это Руслан Марченко. Ну, мы с ним жили в одной комнате, все наши встречи, все семинары, сессии мы проходили в одной комнате. Мы жили в одной комнате, в которой мы жили, очень замечательный брак. Это, ну, справа. Кто помнит, я говорил про пастора в Турции. А, да. Сергей служит в Турции, в мусульманской стране. Работает, зарабатывает деньги, чтобы жить там. И у них там тайно обихает церковь, потому что, если государство найдет их, там ждет не все хорошо. Руслан Марченко в следующем году будет 10 лет, как его депортировали из Соединенных Штатов Америки. Он тайно попал в Америку, будучи 18-летним парнем, адаптировался в Америке, построил многомиллионный бизнес, женился, родил троих детей. Но когда уверовал, он понял, обманывает греш. Пришел в иммиграционные службы и сказал, я христианин, я уверовал неделю назад, но я тайно попал в Америку. Его на 10 лет депортировали из Америки. Трое детей остались там, потому что родились в Америке. Согласно Америке, дети, рожденные в Америке, граждане Америки. И он с женой на 10 лет уехал в Украину. Был пастырем в Крыму, когда начались события, уехал в Пятихатке. И вот он закончил семинар вместе с нами и ожидает, что в следующем году ему откроется дорога, и он вернется к своим детям. Представьте, у него там много домов в Америке. Но представьте, из-за того, что ты верующий, ты приходишь, признаешься, что ты сделал грех, ты неправильно приехал в страну, получаешь депортацию на 10 лет. Влад Комин, 26 лет. Профессор богословий. Вот просто нет темы в богословии, которые бы Влад не овладевал. 26 лет. В совершенстве знает греческий, в совершенстве знает английский, в совершенстве знает русский. И жена немка. Ну, ему очень сложно в церкви. Пастыри его не воспринимают. Потому что, ну, представьте, молодой человек, который умнее, чем пастыр. Ну, поверьте, не у всех такой пастыр, как у вас. Ну, согласитесь. Не каждый пастыр потерпит, когда 26-летний молодой человек в богословии на три головы выше и на греческом читает Новый Завет и так далее. Но он гландарит. Он замечательный парень. Так что, слава Господу. Это, ну, у нас на курсе училась, выпустилась две сестры. Ну, и когда нам нужно было выбрать старосту, мужчины, конечно, нашли одну Наташу. Это наша старость. Наташа, она пастыр в Куховке. Пастыр Самсон, ее знали. Посередине Денис, пастыр в Керчи, в Крыму. Этот Дмитрий Зайцев, пастыр в Кропивницком. А вот еще одна сестричка, которая с нами училась, Анечка. Она с Полтавы. Она, ну, очень хороший поклонник, лидер прославления. Ну, замечательно. Они пишут песни. Она видит передачи на телевидении в Полтаве. Андрей Кушнир кто-то знает? Он киевский. Кто его знает? Ну, я думаю, что кто-то его знает, да. Ну, это сама процедура, церемония. Ну, было замечательно. Младший курс мы не ожидали. Они даже для нас пели песню. И руководители говорят, впервые, когда младший курс, они все плакали. И они сказали, где мы найдем таких друзей, как вы? А это очень важно. Когда вы уходите, все должны сожалеть о том, что вы уходите. Никто не должен хлопать. Слава Богу, что они уходят. И это правда. Мы оставили очень хороший степь и очень хорошие традиции оставили в младшем курсе. Так выглядит диплом. Международная битвейская семинария. Диплом звучит о том, что в результате обучения мне присвоено звание магистр богословия. Ну, это так высоко, друзья. Но, в любом случае. Поэтому, пять лет, ну, много это или мало, я думаю, что вы понимаете, пять лет – это какой-то срок. Правда? Но он проходит незаметно. Поэтому я очень рекомендую всем учиться. А я спрашиваю, кто хочет учиться в этой семинаре? Да. Так, чтобы вы понимали, в Соединенных Штатах Америки образование, которое нам дали, мы получили его бесплатно. За все, что проходили мы пять лет, мы жили в пансионатах, нас кормили и так далее, и так далее. Мы не платили ни за что денег. В Америке есть церковь, в которой насчитывает 30 людей. Половину того, за что мы жили, это были бы жертвы не этих людей. Церковь – 30 человек. А наша каждая сессия обходилась для них в 75 тысяч долларов. И они собирали эти деньги. В Америке образование это в стационаре стоит 85 тысяч долларов. Вы поступаете учиться, но платите 85 тысяч долларов. Поэтому, друзья мои, всех зову учиться. Оно незаметно. Учиться – это не для того, чтобы вы там звание какое-то получите. Вы получите какие-то новые знания, и это всегда интересно. Пусть Бог благословит. Слава Господу. Ак-как-как. Большое. Давайте воздадим Богу славу. Так замечательный привет. Мы видим вас достойный привет для подражания. И для нас большая честь сегодня поздравить вас с окончанием замечательной международной библейской семинарии и тем, чтобы вы получили действительно магистром благословия. Слава Богу. Поздравляем! 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 Поздравляем нашу любовь. И вам подарок. Давайте я презентую вам подарок. Поздравляем ее престижение? Вот этот подарок — это гранит науки, который Бог ловит. Это книга о теологии. Называется «Систематическое благословение». Ну, вы придумали. Это ж можно? Забирайте. Съедите без меня. Вот это, чтобы запрещено, как у Бога, несложности. Чтобы такое действительно влияние. Но вот это — это подарок на будущее. Это, так сказать, будущее. Это вам такой мягкий манек, что мы вас тут дождем очень сильно с вас трепут. Это вам вдвоем. Поздравляем! Спасибо, друзья. У меня в кармане лежит билет на 29 марта, и я улетаю. София. Я еду в отпуск. Я не знаю, когда я был в отпуске. Кто помнит, чтобы я был в отпуске? Но, думаю, настало время уходить в отпуск. Ага. Справитесь без меня? Справитесь без меня? Справитесь без меня? Справитесь! Ну и всё! когда я приеду. Я могу вообще не приеду. Я шучу. Друзья, слава Богу, спасибо большое за все. Все, о чем мы говорим, это результат ваших молитв. Потому что кто-то в это время молился, кто-то в это время постился. Он взращивает и все делает только за что. Благословение всем вам. Поэтому спасибо за поддержку. И я верю, что вы сохраните все и мое отсутствие, как говорят там, что-то очень важно. Спасибо. Спасибо. Мы за вашу позицию тоже. Давайте, да. А где Лариса? Где-то есть Лариса? Тут она. Да, тут есть. Прямо чем за меня будете молиться. Наташа, где Лариса? Есть, есть, есть. Я в прошлое воскресенье лежал в госпитале, тело там все пошло. А что? Констанция шла нормально. Не прервалась. Не знаю, может быть. Как раз тут есть Камера. Я хочу попросить его куда-нибудь на... Да.